Пока всё спокойно, можете отдыхать, я за всем здесь сверху слежу, и мне тут всё видно, но далеко никому не расходиться, всем быть рядом, может я просто кого-то не замечу, смотрите внимательно, да не переживай ты чёрная борода так, всё равно мы увидим, если кто-то близко приплывёт к нашему острову, всем быть наготове, если что я сообщу, подам всем сигнал, а так будьте недалеко, чтоб все могли меня услышать. А что случилось, почему чёрная борода так встревожена, Джек воробье где-то поблизости, он должен прибыть сегодня к нам, вот мы все его ожидаем, известно, что его преследуют, понятно, хотел бы увидеть Джека, давно я его не видел, в наших водах, да не только ты, все его давно не видели, интересно было бы с ним поговорить, он очень всем нравится, весельчак он, я думаю может мне поплыть навстречу, побороздить по волнам океана, что-то о том не надоело сидеть уже на берегу, я же сказал там внизу, никому не расходиться, никуда не плавать, всем быть рядом, чёрная борода всё услышит, от него ничего не утаишь, я так тихо сказал, а он всё услышал, посмотрите, хотя так высоко находится наверху, у него очень острый слух, не зря он наш капитан, он переживает просто за наши сокровища, вы же знаете сколько на этом острове всего, тут одними золотыми монетами можно усеять весь наш остров, правильно ты говоришь, и любые из пиратов могут позариться на наши сокровища, особенно эти злые пираты-акулы, а теперь ещё не только пираты-акулы, но ещё пираты-мертвецы, про них ходят большие слухи, да я тоже слышал про этот корабль, чёрная жемчужина, где служат одни мертвецы и уже много-много столетий, когда-то эта чёрная жемчужина принадлежала Джеку-воробью, но сейчас случилось непоправимое, и они хотят поймать Джека и отомстить, Джек-воробей наш друг, мы не дадим его обидеть, мы его защитим, поэтому он и плывёт на наш остров, всё правильно, самое главное бы он добрался до нас хорошо, без всяких приключений, но вряд ли это акула ему позволит сделать, ну вот я и говорю, может мне навстречу ему поплыть, всякое может случиться, это хоть помогу ему, зачем ты ему один поможешь, все его тут будем ждать, Джек-воробей не такой простой пират, он из любой ситуации выкрутится, ну что, пока всё спокойно, можно пообедать, Итак, готовьте обед, ну что, пойдёмте готовить обед, ох, как я проглотался, да, сейчас вкусненько покушаем, нравится мне эта баранья ножка, ох, какой запах вкусный появился, и как хорошо, без доспехов, так легко, ну а сейчас я приготовлю, нужно просто почаще переворачивать, чтобы не перегорело, классно у тебя получается, а запах какой приятный, люблю жареное мясо, самое главное, нужно почаще переворачивать, чтобы не перегорело, вот так вот, мне очень нравится готовить, я очень люблю мясо, а я больше люблю птичек, вот таких вот, очень нравится мне летающая дичь, очень вкусно тоже получается, мне тоже это очень нравится, смотри, переворачивай быстрее, а то перегорит, не перегорит, я всё вижу, вот так аккуратно, вот это хлебушечек у нас с мясом, ух ты, как классно получается, вот уже почти готово, парни, смотрите, я вам рыбки наловил, сейчас рыбу ещё будем на обед жарить, посмотрите, какие классные рыбёшки, Смотри, какая классная рыбёшка. Сейчас я её быстро приготовлю и сделаю ещё с лимончиком. Знаешь, как вкусно получится? Хороший улов, дружище. Рыба это всегда хорошо. Тем более морская. Вот так вот её. Вот она нас поджарилась. Вот. И получилась с лимончиком. Ммм, какая вкусняшка. Пойду этой вкусняшкой угощу своего боевого товарища. Своего крокодильчика. Он тоже очень любит рыбки. Крокодильчик, ты где? Вау, 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 вау. Успокойся. Уже не цу твой обед. Сейчас ты попробуешь эту вкусняшку. Кушай, кушай, мой хороший. Молодец, ты мой зверь. Иди, иди, отдыхай. Отдохни, поспи, ты мне сегодня пригодишься. Ну что, друзья, хорошо сидим. Давайте кушать. Если хочет кто-то попить, скажите мне. Я передам свою кружку. Отличный стол у нас получился. Посмотрите, чего только нет. И мяса, и рыбы, и даже крабы. Мы пираты, поэтому должны хорошо кушать. Потому что у нас постоянные сражения. И мы всегда должны быть сильными. И сытыми. Ну где же ты, Джек Воробей? Мы тебя что-то очень долго ждём. Как бы с тобой что-то не случилось. Где же ты? Я постоянно наблюдаю за всем. Мы ждём тебя, дорогой ты наш капитан. Привет, друзья. Вы снова в гостях у Потапа. И сегодня у нас, как обычно, новые игровые наборы. Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказок. В одном наборе мы сегодня увидим Джека Воробья и Джоста Грэвмана. Это два противника, которые будут сражаться друг против друга. А в другом наборе мы увидим отважного капитана Генри, который будет сражаться на своей лодке против акул. И выстреливать в них гарпоном. Итак, друзья, наша любимая распаковочка. Сейчас посмотрим главных героев этого фильма. Вот они. Джек Воробей и Джоста Грэвмана. Ещё есть наборы с капитаном Саларисом, с Вильпернером, а также обезьянка и Карина. Но это ещё всё нам предстоит увидеть в будущем. А сегодня мы рассмотрим этих героев. Так, друзья, перед нами два капитана, которые сражаются друг против друга. Но оба они очень отважные. Этот весельчак, которого зовут Джек Воробей. Он всех веселит и постоянно на веселе со всеми сражается. И всегда выходит победителем. А это один из членов экипажа привидений. Посмотрите, это настоящее привидение. Который весь фильм будет бороться против Джека Воробья. Чтоб поймать его. И не только против Джека Воробья, а против всех людей. Потому что это привидения очень страшные. И у них свой мир. И они хотят завладеть Карибским морем. Вот такие вот они страшные привидения. И Джек Воробей постоянно в битве против этих привидений. Этих привидений очень тяжело уничтожить. Потому что они бессмертные. И только команда Джека Воробья может с ними справиться. И следующий игровой набор. Это у нас Генри. Отважный моряк. Вот на таком вот судне. И акула. Против которых он защищается. И также на этом корабле небольшом. Есть специальный гарпун. Который выстреливает и попадает в окову. Итак распакуем. И все достанем. Чтобы рассмотреть поближе. Ну вот все перед нами. Это кораблик. На котором находится гарпун. Это у нас герой. Которого зовут Генри. Это сын великого капитана и в будущем пирата Вилли Тернера. Его отец находится глубоко под водой на корабле черная жемчужина. А эта акула призрак. Видите вон она какая страшная. Какая у нее челюсть. Этой акулой командуют призраки пираты. Здесь у этой акулы посмотрите. Колесик есть. Она даже двигается как настоящая. Вот так вот она катается. Очень быстрая акула. А это друзья пушка. Которая называется гарпун. Вот такая вот стрела из нее влетает и попадает в акулу. Тем самым ловит ее. И потом с помощью этой веревки капитан на своем корабле едет за акулой и ловит ее. Итак попробуем выстрелить. Вот так вот она стреляет. И вот так вот попадает в акулу. И акула тащит лодку за собой. Вот так вот сильно. Итак друзья. Вперед в Карибское море. За новыми приключениями пиратов. Ну где же этот чертов берег сколько я уже плыву. Третьи сутки уже пошли. Никак не могу доплыть. Я устал уже. Где же этот остров пиратов? Сколько же можно плыть? Когда я буду на месте? Ну что там не видно Джека Воробья? Смотрите внимательно по сторонам. Он где-то должен быть рядом. Если что сразу дайте мне знать. Все смотрим по сторонам. Все смотрите внимательно. Он где-то должен быть тут. Если что дайте мне знать. Все смотрим. Никто не отвлекается. Смотрите. Капитан, я его вижу. Вон он впереди. От нас где-то миля. Но близко к нему подобраться мы не сможем. Потому что там мелко. Вы слышали капитан? Близко подплыть мы не сможем. Там миль. Я понял. Выпускайте тогда акулу. Нашу свирепую тварь выпускайте. Выпускаем акулу призрак. Впереди слышите на корме? Выпускайте. Слышал вас. Итак, выпускаю акулу призрака. Пошла акула. Это что такое? Еще на меня плывет. Это же акула. Что же сейчас со мной будет? Ух, какая она здоровая. Ух, ты один раз пронесло. Но второй раз я не смогу уже от нее отвертеться. Она точно меня сейчас хватит. Что же дело? Уйди отсюда, акула. Уйди, уйди, пожалуйста, уйди. Что же дело? Я даже не представляю. Она сейчас всю мою шлюпку разгрызет на кусочки. Уйди, я сказал. Хоть бы кто-то мне помог. Ну все, в следующий раз у меня точно ничего не останется. Что же мне делать? Как же мне быть? Держись, Жек. Я плыву к тебе на помощь. Сейчас буду. Давай быстро ко мне на лодку. Быстро, Жек, пересаживайся. Отлично, друг. Ты мой спаситель. Я в долгу не останусь. Все, давай быстрее уплываем отсюда. Уплываем. Ну что, Жек, прицеливайся хорошо. Сейчас ты будешь стрелять из этого гарпона. А я попробую поближе подплыть к этой акуле. Целюсь, целюсь, не переживай. Давай чуть поближе. Чуть поближе подплывай. Вот так, отлично. Хорошо, сейчас я выстрелю. Выстрел. Смотри, ты видел это? Как я точно попал в эту акулу. Молодец, Жек, четко получилось. Теперь держись покрепче, она нас потащит к берегу. Классно придумано. Акула нас потянет. Ха-ха-ха. Ух ты, как еще быстро тянет. Смотри, ох ты. Как поближе подъедем к берегу, Джек. Отцепи веревку, пусть акула плывет дальше, а мы останемся на береге. Молодец, классно придумано. Акула нас сама до берега довезет. Ну все, подплываем к берегу. А ты молодец, так классно придумал. А кстати, как зовут моего спасителя? Меня зовут Генри Тернер. Ты должен меня знать. Я же тебя сразу знал, Джек Воробей. Я тебя искал. Ты мне очень нужен для одного дела. Подожди, что-то очень знакомое. Тернер, это случайно ты не сын Вилли Тернера? Да, Вилли Тернер, это мой отец. А я думаю, на кого ты так похож? Точно, ты вылетит твой отец. Кстати, как он сейчас? Да что я тут тебя спрашиваю? Он же на дне океана. На черной жемчужине. Да, вот поэтому ты мне, Джек Воробей, нужен. Они заколдованы на дне. И только ты поможешь расколдовать. И тогда они вернутся и встретятся тут на земле. Но я твой должны, Генри. Конечно, я тебе помогу. Только скажи, что делать и все. Но самое первое, что нужно сделать, это расправиться с капитаном Салазаром. Он очень коварный. Это привидение. У него целый экипаж привидений. Вот эта акула, которая на тебя напала. Это тоже от них. Да, конечно, я же знаю, кто такой Салазар. Теперь я его вспомнил. Он когда-то гнался за мной. Но я его завел в ловушку, где он пропал со всей своей командой. И после этого, значит, он стал привидением. Теперь все понятно, почему он меня так жестоко ловит. Потому что он хочет мне отомстить. Все правильно, Джек. А вдвоем мы много что сможем. Вдвоем, конечно, много что не сможем. Но пойдем. Мы сейчас на острове пиратов. Я тебя познакомлю со своими друзьями-пиратами. Сейчас ты их всех увидишь. И тогда у нас будет большая команда. Пошли за мной, они тут недалеко. Сейчас мы до них дойдем. Вот я уже вижу их вдалеке. Повезло тебе, Джек Воробей. На этот раз ты ушел от нашей акулы. Салазар будет недоволен. Мы нападем на ваш остров пиратов. Разнесем его на клочья. Ждите нас. Мы скоро будем. Весь наш экипаж привидений примчится разобраться с тобой, Джек Воробей. Мы устроим великую боню на этом острове. Ни одного человечка-пирата не оставим на этом острове. Это будет скоро. Ха-ха-ха-ха. И вы там внизу, парни. Встречайте. Джек Воробей приближается к нам. Наконец-то. Встречайте его там. Сейчас я тоже спущусь. Привет, парни. Ох, как я рад вас всех видеть. О, все мои друзья тут. Наконец-то мы до вас дошли. Привет. Привет, Джек. А мы как рады. Мы знаешь, сколько тебя уже ждали. Давай, подходи и быстрее за стол. Сейчас мы тебе наложим кучу угощений. Всем привет. Познакомьтесь. Это Генри Тернер. Сын того самого легендарного Вилли Тернера. Посмотрите, он вылитый отец. И хочу вам сказать, скоро сюда прибудет команда привидений пиратов. Они хотят тут все разнести в клочья. Будет очень великое сражение. Ну и я думаю, с такой командой мы справимся с любыми привидениями. Это будет уже очень скоро. Они могут уже прибыть даже завтра. Генри, с такой командой нам никакие привидения не страшны. С этими парнями я прошел много всего в этой жизни. И этих привидений мы просто разгоним. Но это уже будет совсем другая история. А пока, Генри, пойдем перекусим и повеселимся сегодняшним вечером. Тут весело на острове пиратов. Ну да, подкрепиться бы мне не мешало. Очень хочется кушать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова